Субтитры делал DimaTorzok 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 Налеко не сразу. Начинается все это как раз-таки с того патриархального гнетения, о котором мы и говорим. Начинается с того, что женщина является различными гадкими существами, которые портят мужчине жизнь. А он такой герой в маминой кофте, всячески противостоит ей. Однако дальше происходит больше. Женщина начинает говорить «я сама в состоянии рассказать о себе так, как я считаю нужным». Смотрите на них башню, которая канонизирована, да? Знакомы они вам? Помимо Февронии. Феврония девочка тоже очень интересная. Она лечила его травками, а самое главное, что здесь впервые мужчина представлен не так, что он замечательный, а так, что он еще ее обманул. Он приехал к ней, потому что ему сказали, она тебя излечит от твоих ран. Да, там дальше будет краткое содержание. Вот. Ему сказали, она излечит тебя от твоих ран. Он к ней приехал, говорит, излечи меня, пожалуйста. Она говорит, замуж выйдешь из меня. Он говорит, да, конечно, нет проблем. В итоге она его вылечила, он говорит, я замуж за нее. Не, 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 я поехал. Он уехал, опять заболел. Ну, естественно, куда он вернется? Вратно к ней. И она ему сказала о том, что, слушай, некрасиво поступил, давай-ка ты, держи свое слово. И таким образом Феврония поставила мужчину на место. И она поставила не просто мужчину, какого-то рандомного Ивана Царевича. Кстати, в сказках тоже женщина достаточно интересно себя ведет. Знаете, есть такая поговорка, пословица, вернее. Мужчина голова, а женщина шея. И она всегда очень сильно льстит мужчинам. Не в обиду мужчинам, которые сейчас здесь сидят. Она всегда им очень сильно льстит, хотя русский народ, это мудрый народ. Вы знаете, почему женщина шея? Потому что куда шея повернет, туда голова посмотрит. Пословица, придуманная мужчиной. Нет, пословица, придуманная народом. И хомут на шею, понимаешь? Патриархальная система. Ну, не... Пословица, придуманная народом. Нельзя сказать, что это придуманная отдельная женщина или отдельная мужчина. Это фольклор. Там нет разделения. Мужчина, потому что женщины были угнетаемые. Понимаете, русский народ не будет просто так. Вы сейчас. А? Какая разница между русским народом и еврейским народом? Но я имею в виду... И американским народом. Я говорю конкретно за историю русской филологии. Вот я пытаюсь вам объяснить, каким образом были сформированы пословицы, и что это исключительно народное творчество. Ну, есть ритуалы, которые, разумеется, угнетают женщин. Там обмазывание медом, валяние в шкуре медведя перед браком. Это радикальные. Ну, да. Это удручающе. А есть, например... Есть песни, которые там пели про то, что ты типа не плачешь, тебя же замуж удают. То есть женщины заставляли плакать, потому что идет замуж. Ради пословицы про шею и про голову. Это не угнетение женщины? По-моему, нет. На мой взгляд, она крайне такая... Сравнивание женщины с шеей... Ну... Это не угнетение. Ну, на мой взгляд, нет. Это не угнетение. Вот. Итак, продолжая разговор о конкретной литературе. Хорошо? Житие Петра и Февронии Муромских. В Февронии предстает перед нами очень интересной женщиной, но она перед нами предстает как раз-таки наиболее чистой. Нужно отметить, что в русской литературе, древней Руси именно конкретно, герои делились на черных, ну, на черных, то есть плохих, злых, отрицательных, и белых, которые вот всячески там имели добродетели, обладали наивысшим количеством положительных качеств, были исключительно чисты. Собственно, здесь как раз-таки и впервые отделяется женщина от таких существ, которые приносят зло и что-то черное в жизнь вообще людей. Итак, отходя от житийных канонов, первое произведение, которое намного раньше бы появилось, если бы не был в нашей истории Иван Грозный, который бы ввел очень жесткую цензуру, все было бы, наверное, намного лучше, и развивалось бы это произведение. Как вы думаете, какое? После житий. Вот что-то очень близкое к ней. Я вам дам подсказу. Так. Я вам дам подсказу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Плач Ярославная Она любящая, она преданная. Разумеется, здесь можно сказать о том, что она находится под давлением традиций и всего остального, однако очень важно понять, что ее плач является лирическим центром. Здесь мы понимаем вот ее истинное отношение, ее силу. Это понятно? После того, как на престол приходит Иван Грозный, он вводит очень жесткую цензуру, и в дальнейшем мы очень долго не будем вообще видеть никакой литературы, поскольку она будет всячески пререкаться, пресекаться, все будет не нравиться, и она будет удаляться. И давайте все-таки пойдем по кодификатору ЕГЭ, по школьной программе, и перейдем, как вы думаете, к кому? Первый человек в кодификаторе ЕГЭ по литературе. Итак, я очень люблю репусы. Как вы поняли, да? То есть не будет лекции такой, что я буду вас целую лекцию мучить своими рассказами. Все знают игру, где логика? Вкратце, я даю картинки, они между собой каким-то образом связаны. Давайте попробуем. Я показываю первую картинку. Значит, это зеркало, свечи, может быть, отсвечивает кому-то? Это святочное гадание. Святочное гадание. Это что? Ну, храм, церковь, да? Там был сон у кого-то после святочных гаданий. Так, и последнее. Все мои ученики очень любят, когда я это показываю. Кто-нибудь догадался? Ну-ну-ну, давайте. А, что-что? Ну, как это? Ну, героиню как зовут? Такая она. Светлая. Светлая героиня. Светлая. Светлана, конечно. Это была Дожуковского Светлана. Все вполне логично. Начинается все с чего? Начинается с того, что она... А? А? Кто говорил? Расскажите за меня, пожалуйста. Я уже устала их сговорить. Начинается все с того, что они начинают раз в крещенский вечерок гадать, да? Вот вам, пожалуйста, они гадают. После этого Светлане, она попадает в некое беспамятство, скажем так откровенно, да? Ей снится сон, как мы узнаем в конце, извините за спойлер. В котором она едет со своим женихом. Труп невесты мультик смотрели? Да. И там чуть-чуть обратная история получается, да? Там в конечном счете оказывается, что женихом оказывается тут. Значит, и они едут в церковь. Все просто. Ну клево же. Ну скажите, что клево. Итак. Какой же перед нами предстает Светлана? Вот здесь как раз таки и чувствуется, что она, вот эта баллада, она все-таки заторможена, да? В своем развитии. После цензуры, да? Мы опять возвращаемся к дурацкой модели того, что в ней душа, как ясный день. Она такая кроткая, покорная, чистая. Слегка претит вот этот образ, мягко говоря. И в принципе все мои ученики, они когда начинают писать о женщинах в русской литературе сочинения, они начинают писать вот именно вот эту фразу. Я говорю, что это в корне неправильно. Я на них ругаюсь. Итак, но Светлана уже является чуть-чуть другой. Она уже не сильная, она уже приобретает в глазах мужчины контекст сказочности. То есть для нее, ой, господи, она становится для мужчины уже чем-то сверху. Она становится светом, она что-то мистическое, она что-то, ну, отдаленное от него. Не прилагающаяся к нему часть, а часть, которая находится достаточно далеко от него. Логично, что я пропущу несколько произведений и перейду к великому русскому классику Александру Сергеевичу Пушкину и его прекрасному роману в стихах Евгения Онегина. Сюжет помните? Что? Что? Там было грустно? Да, там грустно все закончилось. По-моему, замечательно, что все закончилось. Итак, у меня есть любимейший вопрос ко всем моим ученикам. Нет. Ты-то знаешь, что ты тут сидишь. А это смотря когда? Понятно. Вначале, когда он ей отказывает, он ее не любил. Только потом понял, что он ее любит. Когда он же вернулся в существо. Ну, либо убедился. Мне кажется, он ее просто хотел, потому что она стала людям запретным. Мужчины разные, они, конечно, даже знатры, азнили мужчины. Да, с ней было. Угнетательный. Однозначно. Хорошо. Я вижу, у нас в зале есть мужчина. Онегин сексист. Что такое? Слушайте, я видела очень интересный мем про Онегина, Ленского и всех остальных. Я вам обязательно пришлю. И там вот Ленский, это булочка с корицей. Там вот такого контекста. Укусик он, однозначно. Ну да, однозначно. Никак иначе. Итак. В общем, вопрос весьма спорный, да? Давайте проэкспериментируем. Мне? Мне любил. А давайте, давайте докажем. Все-таки этот вопрос очень любят преподаватели русского языка и литературы давать до сих пор в школах. Напишите сочинение, тему любви Онегина и Татьяны. Я вам говорю вот как... В российских школах как бы фемтеория не пройдет просто. Ну, вполне. Мне нужно два молодых человека из зала, и мне нужно две девушки. Первый молодой человек должен выглядеть максимально отстраненным, холодным, быть максимально начитанным. И... Знаете, что еще? Что еще? Что еще? И обязательно хотеть уехать в деревню. Обязательно. Нам жизненно необходим. Иди сюда, что ты стесняешься. Шесть лет в гостернах был. Ну вот, видишь? Жил в городе, уехал в губернию. Хорошо. По странному стечению обстоятельств его зовут Евгений. А дальше мне нужен молодой человек, крайне начитанный, жутко влюбленный, эдакая булочка с корицей. Сереж, иди сюда. После этого мне нужна светловолосая барышня, желательно с голубыми глазами. Не в силу того, что у меня есть определенные предрассудки. Хочу максимально показать вам, как произведение будет развиваться на ваших глазах. Голубоглазая, светловолосая барышня, желательно среднего роста. Можно не голубоглазая? Вот, мне кажется, вы отлично подойдете. Нет, не вы, не вы. Вот, вы. Да, да, да. Идите сюда. Вы, вы, вы. Явно светловолоска. Ну, не, не, не. Вот она отлично подходит. Я объясню, почему она подходит, почему она явно не светловолосая. И мне нужна какая-нибудь барышня. Вот бывало такое, вот, девушки, давайте так. У кого бывало такое, что вы идете на какую-то вечеринку, а у вас дикое желание пойти в библиотеку? Есть у кого-нибудь такое? Отличный человек. Итак, перед нами чудесный герой. Давайте для общей ясности я объясню, почему же вот эта девушка была выбрана мной вместо светловолоса и голубоглаза. Переносим сюжет Евгения Онегина на современные реалии, да? Давайте, Евгений Онегин это успешный студент, какой самый крутой гусс в Москве? Войтёси. Войтёси. Высшей школы экономики. Замечательно. Бауманка? В Бауманке Серёжа учится. Ну, давайте оставим ему Бауманку. Он в МИФИ учится, но мы ему оставим Бауманку. Итак, не Серёжа, вы теперь Владимир. Ленский, да? Вы хотите, не хотите. Итак, Евгений у нас учится в Высшей школе экономики. Он, какой самый крутой клуб есть в Москве? В Москве. Центральная станция. А? Центральная станция. Я знаю, что есть какой-то полупонтовый клуб Джипси. Джипси. Мои познания в клубах Москвы весьма специфичны, если я читаю лекцию в это время. Едет туда надо. Итак, Евгений, Ваше профессиональное место обитания это Высшая школа экономики и Джипси-клаб. Значит, а... Нет, что это плохое здесь? Ох, сахар. Итак, Владимир, Ваше профессиональное место обитания это Бауманка. Вы только что приехали с немецкой конференции. Да, поправьте очки. Вы там начитали стихов и сумасшедше хотите их переводить. Да, прямо как мы с вами когда-то переводили учебники. Вот, лучше не напоминать. Вот. Итак, давайте отойдем на секундочку, почему я все-таки на роль Ольги, понятно, что Ольга была у меня выбрана, да, когда я описывала светловолосую, голубоглазую, барышню, да, понятно, почему я выбрала ее? Нет, непонятно. Итак, голубоглазая, светловолосая, легкая, легкомысленная, такая слегка сумбурная барышня это идеал того времени. Стройная, светловолосая, голубоглазая, это тоже вполне логично. Идеал современного времени это девушка с коре, с темными губами и также стройная. Логично, почему я ее выбрала для того, чтобы перенести Евгения Онегина на современные реалии. Логично, на мой взгляд. И наша уважаемая Татьяна. Вот знаете, когда вся вот эта молодежь соберется в клуб, Татьяна возьмет с собой телефон и будет в Инстаграме смотреть эту легку. Потому что Татьяне вообще абсолютно по барбану на все, что происходит, ей нужно отлично закончить университет, а еще нужно успеть на работу, пройти практику, а еще съездить на конференцию. И в этот момент в джипсе-клабе начинает играть музыка. Крутая, сумасшедшая, крутая, рэп, они там начинают все вместе с Татьяной и Татьяна сидит и читает книжки, да? Евгений, скажите, пожалуйста, между девушкой, ну, Евгений в отношении там Онегина, да, вживайтесь в роль, знаете, в отношении, вот если бы вы были Онегином, между девушкой, которая читает книгу и девушкой, которая активно тусуется, не знаю, зализла на барную стойку, там, не знаю, весь компот кормит. Да, 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 вот, весь компот отлично поражение. Карлоке поет. А? Карлоке поет, да, то есть там, показывает козу, обучает, как ее там правильно делать, знаете, как правильно делать? Карлоке, если козу. Двань, ты как настоящая женщина должна научиться, смотри, берешь мизинец, ставишь на нож, туда, мизинец, на нос, теперь вот этот указательный парень, берешь вот сюда, вот, вот так, как леешь мужиков впоследствии, они все очень сильно удивляются. И так, собственно, после этого у нас есть восхитительная Ольга, которая веселится, крутится, вертится. Евгений, скажите, пожалуйста, кого вы берете для того, чтобы очень круто потусить, чтобы порвать этот танцпол? Роман? Ну, Татьяну, которая с книжкой может только там так сделать, или все-таки... Ну, все зависит от того, зачем я пришел в этот культ. Логично, что Онегин в романе очень сильно скучает, согласитесь со мной. И логично, что он пришел на этот бал, но далеко не просто вот посидеть, не поболтать, а потусоваться. Логично, что Онегин выберет Ольгу. Ольга, будучи девушкой легкой, на подъем, слегка ветреной, к этому ее обязывают ее внешность, определенные стереотипы, которые живут в ее голове, поскольку она является эталоном моды. А если это эталон моды, почему бы не подчиняться стереотипом, все вполне просто. Логично, что вместе они выйдут танцевать. Но полеушечка, печенюшечка, Ленский этого понять не может. Он не тусовый. Ему просто понравилась вот эта милая барышня. Он ее просто увидел и влюбился в нее, и все, она вот здесь, вот тут, как говорят. И когда Ольга начинает что-то шептать на ушко Евгения, не важно, что она ему шептала. Может она ему сказала, а вы Евгений? Ха-ха-ха. Для Ленского превращается все это в огромнейший скандал, поскольку неизвестно, что она ему шептала. А когда он хотел выяснить, что же ты там ему шепнула, что ему... Нет, ничего, она просто взяла и упорхнула от него. Ничего она не сказала, и так мы потеряли Ленского. Ленский, вы были клевы. Ольга не очень долго грустила. Ну вот, как вы думаете, год из жизни молодой барышни это много или мало? Ну вот для какого? Для многого. Да это много, потому что в жизни гораздо меньше. Мозг есть. Это много, относительно много. Но опять же, у нас есть прекрасный пример Нилич в Чаванзе, которая больше никогда не вышла замуж после этого, пока умер ее муж, и там еще миллион примеров женщин, которые больше никогда не выходили замуж и хранили верность своему вот этому любимому молодому человеку. Что? Куда девается Ольга? Кто-то помнит. Помнит кто-нибудь, куда она вообще девается? А я вам напомню, знаете, что происходит? Она просто год вот так погрустила, поунывала, а потом приехал гусар, проезжий, сказал, пойдешь за меня замуж? Она сказала, да. И они уехали, неизвестно, что с ней происходило дальше. Хотите меня поправить, я буду рада. Вы просто так покачали головой. Отлично. Все, ее забирает проезжий гусар, они уезжают. Ольга, спасибо большое. Не уехали. Отлично. Итак, у нас остается Евгений, который, судя по тусовкам, очень странно заканчивал высшую школу экономики, да, непонятно, какими путями. Возможно, потому что он просто обаятельный парень, да. У нас есть Татьяна, которая съездила на все свои конференции, она, простите мне, мой сленг прокачалась во всех ее скиллах, во всех ее умениях, она стала очень интересной, очень умной. Она пошла в спортзал, почитала модных журналов, там, я не знаю, каким-то образом она изменила себя внутренне, из робкой девочки, она стала очень сильной барышней, да. В этот момент, а вот вы, да, идите сюда, вы единственный молодой человек, который не приходит, идите сюда. Вы, конечно, идите сюда. И после этого, в жизни Татьяны, когда ты прекрасный молодой человек, который о ней заботится, помните, они встречаются на полу, это оказывается какой-то родственник Анегина, да. Но о нем сказано. А? Из Татьяны глаз исходит какой-то важный генерал. Вот, видите, мы начали нашего важного генерала. И вы представляете, попав на тот момент в крайне патриархальном обществе, она находит заботливого мужа, который не унижает ее, который всячески ее холит и лелеет. И в этот момент приходит Анегин и говорит, слушай, Тань, как дела? То есть у нее... Что было? Давненько-то не виделись. Вот. Вот они встретились, да. И тут Татьяна якобы должна задуматься о том, чтобы пойти к Анегину. Вы знаете, я имела неосторожность не вставить кусочек, где Анегин пишет Татьяне письмо. Люди, которые уже были на моей лекции, они тут есть, они знают, к чему я веду. Если вы сейчас случайно вдруг взяли с собой Томик Анегина или у вас есть под рукой телефон, ну, мало ли, всякое в жизни бывает, посмотрите, почитайте. Что Анегин предлагает Татьяне? Затусить. Конечно, он ей предлагает затусить. И он ей предлагает затусить на сколько? На всю жизнь? На гозик? На ночь? На разок. На разок. И в этот момент у меня возникает только один вопрос, как до сих пор может оставаться вопрос о любви Анегина к Татьяне. Это абсолютно абсурдная мысль, которая более чем просто доказывается современными реалиями. Еще Булгаков в своем произведении «Мастер и Маргарита» написал у Стэн Уолланд о том, что люди не меняются, их только чуть-чуть подпортил квартирный вопрос. Умеется, она влюбилась в Онегина. И первый мужчина в жизни каждой женщины гетеросексуальной ориентации, он навсегда остается в своей памяти, как и в принципе любой первый партнер любовных отношений, согласитесь. И встретив его снова, может быть у нее что-то екнуло. Ну что Татьяна отвечает? Татьяна в этой фразе не стоит думать, что она поддерживает какой-то патриархальный строй, дело не в этом. Татьяна остается чистой, непорочной в отношении себя. Я буду чистой, я не опущусь до этого. Ты вообще мне что предлагаешь? Ты представляешь, что это будет значить для моей репутации? Он ему все это не говорит. Ну я ему говорю, Сурен Бертон? Нет, не сегодня. Спасибо большое. Садитесь. Давайте похлопаем на это дружеское состояние. Можно ли такое замечание? Да, можно. По-моему Татьяна выполняла свой долг женщины и жены по отношению к своему мужу. Вот возьмем другое произведение, Дубровский, где Маша была насильно выдана за этого самого старика, потом Дубровский перехватывает их уже на пути из церкви и предлагает ей бежать. А она отвечает, что нас соединил уже Бог, что ты опоздал, нужно было раньше. То есть здесь, по-моему, дело не в любви, а в чувстве долга, чем бы оно не было мотивируемо. Спасибо. Ну, разумеется, каждая точка зрения имеет право на существование. Я с этим не могу поспорить, с тем, что, возможно, это был ее долг. Но, на мой взгляд, в своем ответе, вот в этом, но я другому отдана... Она говорит, я вас люблю, к чему лукавить? Она рассуждает ровно как современная женщина. Я вас люблю, но к чему лукавить? Вы мне уже не упали. Ну, откровенно говоря. И в этот момент она сохраняет все-таки свое достоинство, а не перед мужем. Татьяна сильна. Татьяна независима. Она однажды обожглась на молоке и теперь на воду дует. Все. Она больше не подпускает к себе настолько близко мужчин, чтобы они залезли в нее, вот так поковырялись, вывернули ее, узнали, что у нее там внутри. Потом сказали, ты мне не надо. Все. И это позиция Татьяны, и в этом она остается силой. Я надеюсь, вам понравилось ему это понравилось. Я вам доверила Сонегин, и вот вся школота письмо читает и ржет. Собственно, об этом и речь, что современная молодежь вот этой любви Татьяны, такой чистый, какой-то рафинированный, по-ужасному, какой-то наивный, сахарный, детский, они ее не воспринимают. Потому что, наверное, они, современная молодежь, видит немножечко больше, да. Они вот чуть-чуть раньше взрослеют, и поэтому всем неусмешно. Коль мы заговорили об очень странных мужчинах в русской литературе, давайте же обратимся к еще одному очень загадочному мужчину в русской литературе. Как вы думаете, какому? Когда он умер, царь сказал о том, что этот человек мог нам заменить Пушкин. А нет, не царь, княжна. Царь сказал, что слава богу, что он умер. Я не буду цитировать, что он сказал. А вот княжна сказала о том, что... М? Лермонтов. Так, разумеется. Есть очень гадкий мем про Лермонтова. Ой, не про Лермонтова, а про его произведение «Герой наше времени». Тоже крайне хрестоматийное произведение. Все мы его читали? Все читали? Клевое произведение, правда? Жуткое. Жуткое, конечно. А? А? Лермонтов. Лермонтов. Итак, вот такой вот прекрасный Григорий Александрович Печорин. Три барышни, которые имели неосторожность вступить с ним в отношения. Белла, княжна Мэрии Вера. Когда мы говорим о Белле, вот это чистая патриархальная культура. Помните историю Беллы? Да. Печорин приехал на Кавказ, ему там понравилась девушка, он взял ее и украл. Поменял на коня, фактически. Вообще, это была отвратительнейшая ситуация. А самое смешное, знаете, пугающе смешное. Что происходит дальше? Он начинает якобы завоевывать ее сердце. Он дарит ей подарки. Он дарит мне какие-то безделушки. Он покупает ей плачь. Он дарит ей драгоценности. И, наверное, поступок, который больше всего затронул чувства Мэри. Ой, не Мэри, а Беллы. Прошу прощения. Как вы думаете, какой? Он начинает учить ее язык. И, будучи покоренной такими ухаживаниями, тогда ты меня украл. Ты столько для меня сделал. Логично, что в ней просыпается какая-то совесть. И они начинают встречаться. Но, однако, их любовь обрывается. И посмотрите, как ведет себя Печорин. Да? Что он делает по отношению к ней? Он добивается любви. И бросает ее. Но он бросает ее как? Он с ней разводится? Он говорит, ты вольна? Иди куда хочешь? Нет. Он просто ее игнорирует. Чем заканчивается история? Пугающая история Белла. А? Ее убил Казбич. Потому что Белла перестала чувствовать себя хорошо рядом с Печориным. Она поняла, что она ему мешает. А он от нее просто избавиться не может. Она пошла. Она хотела покончить с собой. Помните? Или не помните? Она же хотела покончить с собой. А так получилось, что ее увидел Казбич. Начал ее красть. Печорин за ними побежал. И в итоге Казбич сказал, да не доставайся ж ты никому. Будь ты куском мяса. Таким красивым, замечательным, круто одетым куском мяса. Это патриархальное общество. Идем дальше. У нас есть прекрасная Вера. Вера лично для меня напоминает мне скорее такую своеобразную версию про внушку Татьяну. Давайте посмотрим на нее Вера. Они познакомились с Печориным очень-очень давно. Да? Помните, кто такая Вера или нет? Они познакомились с Сол-Сол, понятно. Они познакомились с Печориным достаточно давно, еще до момента того, как Печорин начинает писать свой дневник и как автор делает из всего этого сборную соляночку. И Вера, она же искренне любит Печорина. Искренне. И Печорин перед ней слаб. Знаете, почему он слаб перед ней? Такие две барышни. Мне интересно. Вот вы, вы и вы. Вот вы так загадочно смотрите на меня. У меня ощущение, что вы знаете все, что я говорю. Вот. Вот. Поэтому я хочу, чтобы вы поучаствовали в нашей дискуссии. Напомните, пожалуйста. Вот. Давайте вместе с нами подумаем, почему Печорин рядом с Верой, он вот слаб. Без помощи. Нету чувства. Нету чувства. Нету чувства. Нету чувства. Он помнил по руке, и все, наверное, чувства помнил. Да. Да. Очень близки. Печорин видел в Вере такое качество, как практически преданная материнская любовь. Вера принимала Печорина абсолютную любовь. Она мирилась со всеми его недостатками. Если вы почитаете вот эту вот главу Книжная Мэри, там, где происходят все эти события, вы увидите, насколько абсолютно на его любовь. У нее нет к нему никаких претензий. И вся проблема в том, что Печорину не хватает этого. Однако, когда он это получает, ему этого много. Ему надо, чтобы вот и не туда, и не сюда. Почему нельзя было Веру забрать из брака? Вера же была замужем, а он просто взял, пришел к ним домой по ночам чаю попить. Почему он не забрал ее из брака? Так это невозможно. В России разводы не давали. Чтобы развестись, нужно было дойти до Священного Синода, и только там могли принять решение. Да еще неизвестно какое. Сверху как отрицательно относятся к разводу. Я понимаю. Была чуть-чуть другая причина. Печорин не тот человек, который восстановит закон. Давайте откровенно украсть женщину, обменяв ее на коня. Я бы не сказала, что он законопослушный гражданин. Что ему мешает? В Кавказе это возможно. Там слоя выщут, а не центральные. Ну так что ему мешает? Точно так же украсть Веру, сделать новые паспорта. В чем проблема? Там раньше паспорт можно было вон на коленке сделать. Как сейчас студенты справки делают. Точно так же и паспорт правящий. В чем проблема? Ну не зря же я вынесла ее. Там еще была Ун Дина, там еще были левые женщины, которые возможно достойны были бы уважения. Почему я вынесла Веру? Наверное потому, что во всей этой ситуации Вера считает, что она контролирует ситуацию. Знаете почему? Потому что она находится в браке. И она говорит, мы с ним живем ради сына. У меня просто есть сын. А с тобой мне нравится проводить время. Вот какая ситуация происходит. И вот близкой по думку является княжна Мэри Татьяна Ларина. Понимаете почему? Потому что она точно так же влюбляется в дурака, который чуть ли не на спор решается не завести отношения. Лермонтов поддерживает вот эту патриархальную историю в своем одном из ключевых романов. Герой нашего времени. И это отвратительно. Потому что Пушкин занимался другим. Вот вы сказали про Дубровск. В Дубровске был раньше Евгения Онегина. После Евгения... Вот Евгения Онегина это же обширное произведение. Он писал, по-моему, около десяти лет. Насколько я помню. Там каждый год выходила отдельная глава. И видно, как развивается его герой. Как развиваются его взгляды. И как развивается само повествование. А есть еще у него капитанская дочка, например. Да? Там же Маша Миронова далеко не слабая девочка. Что ей мешало не выйти замуж? Зачем ей надо было ехать, спасать своего жениха? Он же обещает не значит жениться, как говорится. Она едет его, спасает, она его отстаивает. Это уже ее решение. Ее никто не заставлял. Ее никто не просил это делать. Правда же? А Лермонтов своим вот этим произведением, герой нашего времени, он опять скатывает русскую литературу в момент патриархальности, в момент того, что женщина это приложение к мужчине. И давайте рассмотрим, как мужчина с каждым из них может обращаться. На абсолютно трех разных примерах. Вот о чем речь. Но не все... Ну, если бы русская литература оставалась в одном и том же состоянии агрегатном, женщина-предмет, мы бы далеко не уехали. В русскую литературу после Лермонтова приходят такие ребята, как Островский, Тургенев и Некрасов. Чтобы вы знали, я не включила Островского в свою лекцию, потому что это достаточно знакомое произведение Грозавым. Я его не включала. Оно хрестоматийное. Там, Катерина, луч в темном царстве. Это абсолютно всем известный мем. Добролюбов, вот эти все ребята. Значит... Прошу прощения. Знаете, почему Екатерина луч света в темном царстве? Потому что Островского по праву можно считать первым феминистом. На самом деле. Вы почитаете филологические статьи. Действительно, Островский это один из тех людей, который начал говорить о том, что женщина далеко не то, чем кажется. Она сильная, она независимая и она умеет принимать решения. Екатерина луч. А? Вы имеете ввиду Кабаниху? Она действительно сильная женщина. Катерина. Вот так держит. Нет, Кабаниха, она сильная, не совсем в том плане, в котором нужно. Понимаете, Кабаниха введена по принципу такого, мягко говоря, противопоставления Катерине. Катерина это грамотная мудрость. Она еще как бы подавлена патриархальным обществом, да? Вот этой Кабанихой, которая всячески ее наставляет, говорит, ты плачь по мужу, что ты не плачешь по мужу, ты как себя ведешь. Это Кабаниха, она воспитана в патриархальных взглядах, они у нее очень четко заложены на подкорке. И после этого мы с вами ударяемся в Катерину, которая вырывается из-под ее натиска. Катерину очень рано забрали из семьи, вы помните об этом? Вот, ее очень рано забрали из семьи, замуж, и сынок такой якобы патриархальный мамаше, он весьма слаб. А когда рядом очень слабый мужчина, давайте называть вещи своими именами, женщина вынуждена брать на себя его как бы функции, которые якобы предписывают там патриархальное общество, да? Какая-то поддержка, какую-то силу, мужественность. Логично, что женщина притягивает это из себя для того, чтобы она существовала в комплексе. И по итогу Катерина сильная личность. И с этим очень сложно поспорить. А таланты и покойники тоже островские, да? Островский, конечно, феминист, это беспредельница. Островский феминист, да. Но это, понимаете, он, это же развитие творчества. Но Островского называют вообще вот первым человеком, который всячески начал прокачивать. А кто называет, да? Филологи, могу скинуть статью. Тоже мужчины его называют? Да, да, да. А если мужчин называют, то да. Итак, вернемся к такому интересному феномену. На прошлой лекции меня о нем спросили, я добавила его. Вот, кто-то приходил ко мне и говорил про типические характеры. Сегодня на лекцию кто-то пришел и сказал типические характеры. Вы, по-моему, были, да? Типические характеры. Одним из типических характеров в русской литературе является Дургеневская девушка. На данный момент времени, поскольку филология стала очень популярной, комплимент Тургеневская девушка начинает использоваться как только может. Давайте мы сейчас проверим, насколько каждый из нас Тургеневская девушка. Выберите столбец, который написан так, будто про вас и никак иначе. Итак, давайте знакомиться. Замкнутая и тонко чувствующая. Интроверт. Чистая, скромная, образованная, обладает внутренней энергией и стержнем, не отличается кричащей красотой, всегда идет до конца, упрямо, жертвенная, целеустремленная, оценивает душевные качества человека, иногда приоценивая их. Верная и преданная следует за любимым, это первый столбец, второй столбец, она открытая, хорошо сходится с людьми, страстная, но чистолюбивая, нежная, легкая, изящная, сентиментальная, слегка плаксивая, идеалистка, мгновенно краснеет и смущается, женственная и утонченная, романтичная и возвышенная. Я понимаю, каждый мы знаем, знаете, есть интроверты, есть экстраверты, но нельзя же людей делить на две полярные части, поэтому там все-таки переходные есть некоторые места, нужно понять, чего больше, все определись, какого столбца больше. Молодые люди, вы как? Будете определять, насколько вы тургеневская девушка? Девушки, вы как? Больше все-таки первого, да. Так, хорошо, есть еще кто больше по первой части? А кто по второй больше? Вы так нахмурили брови, Катя, по какой вы части больше? Точно не за мцей. 61 на 50, хорошо. Есть кто вот прям уверен, что он первый столбец? Ну, не все, если только. Ну, вот буквально пару пунктик, как вот, не соответствует. Ну, там, да, можно так. Пунктика три, вот, если вы. Я вас вынуждена поздравить. Вы тургеневская девушка. Я это вырешу. А? В смысле? Нет, я вам сейчас объясню. Если же вы выбрали второй столбец, вы кисейная барышня. Тургеневские девушки отличаются серьезностью. Они очень сильные, очень смелые, очень страстные. Кисейные же барышни это то, под чем сейчас начали подразумевать тургеневские девушки. Это тогда, когда вы очень женственные, очень сентиментальные, вы такая вот легкая пушинка, но вот знаете, что вы на самом деле кисейная барышня. Есть еще какой-то вопрос у вас по типам женщин в русской литературе. Вот именно таких типических характеров. Есть еще некрасовские женщины. Но если говорить о некрасовских женщинах, они все время являются носителями самых лучших качеств, самых высоких душевных качеств, на которые способен человек, это доброта, милосердие, понимание, честность. Однако они носители самых жутких мучений. Посмотрите, вот вообще на лирику Некрасова. Коня на скаку? Не совсем. Некрасовская женщина способна становить коня на скаку, но она... Зачем ей остановить коня? Ну вот смотрите, у Некрасова есть «Кому на Руси жить хорошо». Там есть Матрена Корчагина, да, которая живет под натиском, опять же, своего там, семьи патриархальной, да, и она все равно способна все это выставить. Вот это некрасовская женщина. Она... Что такое? Что там? Вот. Она переживает смерть своего ребенка. Помните, кому на Руси жить хорошо? Вкратце, Матрена Корчагина – это женщина, чего ребенок съел поросенок. Да, такая вот пугающая картина. Ее обвиняли вообще в различных вещах, которые она вообще не совершала. И после этого она приходит к губернаторше, она не унижается перед ней, она разговаривает с ней абсолютно откровенно, как есть. И таким образом она сохраняет все, что она хочет сохранить. Все, что нет, то нет. Она не хотела сохранять эту семью, в которой благополучно не усмотрели за ее ребенком, за то, что ее дрючили там постоянно, простите, мне мой слен. Она ее не сохраняла. Она ушла жить со своими сыновьями и мужем в губернаторше. Итак, давайте зададимся себе несколькими вопросами. Я вижу, что вы устали меня слушать, и вам надо побыть наедине с собой. Мне необходимо, чтобы вы внутренне ответили на них. Именно внутренне, но не надо с собой. Первый вопрос. Можно ли изменять? Если теперь изменилась жена, радость у нас не было только тебе, а не родине. Внутренне. Внутренне. Давайте отвечаем на эти вопросы внутренне. Хорошо? Можно ли изменять? Нужно ли изменять? Позволено ли изменять? Что есть измен? Это философский вопрос. Позволено. Понимаете, я не зря прошу на этот вопрос отвечать внутренне. Ну, если полиамория, то какая-то изменяя. Главное, чтобы не было лжи. Мне кажется, ложь – это есть измена. И все. Ну, каждого свое понимание изменяет. Нет. Ложь, и, допустим, если поднерыш или поднерыш, если нету какой-то недосказанности. Даже физическая звена, мне кажется, не настолько сильна, насколько душевная. Ну, это что, вроде мыслепреступление, как у Оруэлла, где человеку последовать не за то, что он сделал, а за то, что он мог сделать, возможно. По-моему, он все сказал Казьма Прутков. Не поступай в монахи, если не уверен, что сможешь добросовестно выполнить взятые на себя обязательства. Я задаю эти вопросы не случайно, поскольку в следующую половину лекции я посвящу как раз-таки измерам. Самая главная изменщица в русской литературе у нас кто? Хареньев. Кто-то? Хареньев. Хареньев. Что он искал у меня? Любви не столько, сколько удовлетворения тщеславия. Да, им было торжество очень славного успеха. Разумеется, была и любовь, но больше в доме была гордость успеха. Он хвастался мне. Теперь этого нет, гордиться нечего. Он взял от меня все, что могу теперь ему. Я нужна. Господи, если я уеду от него, в глубине души он будет только рад. Моя любовь делается все себе любивее и страстнее, и его все гаснет и гаснет. И вот от чего мы расходимся. И помочь от Маши никак нельзя. Он говорит мне, что я бессмысленно ревнива. Я и сама говорю тебе, что я бессмысленно ревнива. Но ведь это неправда. Это неправда. Я не ревнива, я недовольна. И, Господи, если бы я могла быть хоть чем-нибудь, корме любовницы, страстно любящей его ласки, но я не могу. Я не могу. И не хочу быть ничем другим. И этим вызываю в нем отвращение. Он во мне злоб. Ой, как, как это? Извините, как? Он же любит меня. Там, где качается любовь, начинается нервность. Эти улицы я совсем не знаю. Горы какие-то. Дома, дома. А в домах все люди, люди. И сколько их. Сколько их. Все ненавидят друг друга. Ну, допустим, допустим, я сделаю. Ведь что я получу то, что я хочу, чтобы быть счастливой. Я получаю развод. Алексей Александрович дает мне Сережу. Я выхожу с мужа Завронского. Я получу развод. И выйду за мной Завронского. Что, Китя перестанет смотреть на меня так, как смотрела нынче? Нет. Сережа перестанет спрашивать меня. Мы же явно ли думать о них. Нет. Нет. А какое новое чувство я придумаю между мной и Воронским? Какое? Какое? Возможно ли уже несчастье какое-нибудь? Или уж по только немучению? Нет. 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 Да. Нет. Нет. Как вы думаете, к какому моменту жизни Анны Карениной относится этот отрывок? Даже зная Анну Каренину в общих чертах по пусть не самой Карениной, но по эмоциональному ее состоянию. Это предмет и монолог Каренина. Да, это уже ближе к концу. Да, самого предсмертного монолога, чтобы она стояла вот так на перроне и говорила, что нет, его не будет. Она шагает под поезд. Что чувствует в этот момент несчастная женщина? Вот мы сейчас посмотрели, мы увидели ее прямо перед собой. По-моему, девушка прекрасно отыгрывала. Отыгрывала, да, но я лично увидела здесь виденье этого суперсексиста Толстого. То есть виденье в женщине как объекте, а объекте, собственно, подчинение. И, собственно, на мой взгляд, тут вот прям видно, как Толстой видит в женщине такой объект чувством вины. Да, ну вот именно, именно вот перед мужчиной, то есть за свои желания. Кто еще что-нибудь делает? Давайте поговорим, хватит сидеть. Сколько можно, у меня же голос садится. Что еще? Отчаяние. Отчаяние почему? Давайте, разумеется, там, момент угнетения, он присутствует, никто не спорит. Толстой, тут еще консерватор, патриархал. Мне с этим сложно спорить. Давайте посмотрим чуть-чуть иначе. Давайте посмотрим на Каренину как развитие русской литературы, а не как ее торможение. Давайте мыслить позитивно. В контексте Каренина сложновато, конечно. Каренина Толстого принимает какие-то внутренние решения. Она анализирует, что ей делать вообще. Как я себя буду чувствовать? Она не думает о том, как почувствует себя Вронский. Не подумала о том, как почувствует себя ее муж. Нет, она думает о том, что она чувствует. Она говорит, ну хорошо, вот я представлю, что все получилось, как будет. И что, мне надо выдумывать новое чувство? Я должна что-то делать? А если это чувство у этого нет? Зачем мне выдумывать? Здравствуйте, проходите. А если это чувство, оно вот действительно выдуманное, она думает, вот а что мне делать? Каренина глубоко запутавшийся персонаж в русской литературе. Говорить они однозначно сложно. Так, давайте посмотрим на то, что вообще, как вы думаете, что значит поезд в литературе? Это уже какие-то нотки Маяковского. Стране нужны паровозы, стране нужен металл. Не будем вспоминать начало, да? Смотрите, в момент, когда Каренина... Зачем нам вообще Толстой передает все ее чувства, вот погружает нас в это состояние? После этого Каренина скажет ну максимум две-три фразы и серий, ну да, эй, там, эй, то, вот я пошла туда. Все, больше ничего. Знаете, что она делает, когда она кидается под поезд? Она кидается под поезд с одной лишь мыслью. Я ухожу, а вы как хотите. Подумайте сами, вот символ поезда, почему она не могла утопиться, как Катерина? Что я мешала? Ну не совсем утопилась, она головой ударилась и утопилась, соответственно. Да? Что ей мешала вообще все это сделать? Почему именно поезд? Почему нам, нас Толстой заставляет, ну что она, она не могла утопиться где-нибудь? Повеситься, в конце концов. Ну от поезда зависит поезд, она точно не рука, не рука. Конечно, все. Я для себя решила, что я во всем этом больше жить не хочу. Я с этим не справляюсь, я ухожу. А вы вот, вы живите как хотите вообще, мне без разницы. Есть еще одна супер отважная женщина. Как вы заметили, я очень люблю задавать вопросы, после которых у вас ко мне появляются слишком философские вопросы. Мне кажется, это достаточно интересный формат, да? Мы все-таки разбираемся внутри себя и отвечаем на некоторые вопросы. И так, здесь их будет намного больше. И я думаю, что после того, как несколько из этих вопросов будут крайне провокационные. Да? Я вас сразу об этом предупреждаю и прошу вас не ругаться на меня за это. Я просто пытаюсь вас погрузить вот в свое мировоззрение. Отвечаю на них внутренне. Внутренне отвечаю. Не сбивайте мне, пожалуйста. Тренинг. Итак, первый вопрос. Правильно ли быть верующим? Второй вопрос. Нужно ли соблюдать правила своей религии? Правильно ли следовать нормам морали? Бывают ли эти правила нормы противоречивы? Стоит ли нарушать правила нормы? Жертвенность поощряется в обществе или нет? А как насчет измены? Можете ли вы пожертвовать жизнь? Можете ли вы пожертвовать репутацией ради кого-то? Что говорят социальные нормы религии о самубийстве? Что значит жертвовать жизнь? Проституция ради денег – это грех или выход из ситуации? Жертвовать собой – это грех или благо? Ужасный лектор задает такие вопросы, что хочется пырнуть и учать. Мне кажется, не хватает. Там еще одно вопрос. А чем вера отличается от религии? Это все-таки разные вещи. Абсолютно. А здесь как-то… В этом и суть. Верующим. И нужно ли соблюдать религии? Все как-то соединяется в одно. Это разные вещи абсолютно. Включим для меня. Я понимаю. Что страшнее измены себе или человеку? Наверное, в момент, когда я задавала вопрос о проституции, вы, наверное, поняли, о ком дальше пойдет речь. Конечно. Есть две прекрасные женщины изменыщиц. Знаете, в чем их разница? Одна изменила своему мужу, а вторая изменила самой себе. А в чем проявляется… Вот, какая из них кому изменяла? У Сони Мармелады мужа не было. Все вполне логично. Логично, что она изменила себе. Почему вы думаете, что я считаю, что она изменила себе? Неплохая догадка. Образы совершенно, мне кажется, невозможно это сравнить. Абсолютно. Для меня Маргарита – это сильная женщина. Вот, понимаете, вы меня прямо сейчас по сердцу режете. Да, да. В ней есть черты сильные женщины, но они крайне… Выбор. Выбор она сделала. Это иллюзия выбора. Ну, да. Сейчас говорю конкретно про измену себе и измену человеку. Да, я задавала вопрос, что страшнее изменить себе или изменить человеку. Маргарита изменила человеку. Это муж, который ее там любил, ценил, они были в отношениях. Ну, если мыслить категорией что, мы можем так никуда не прийти. А Соня изменила себе. Так вот, давайте подумаем, что из этого страшнее. И какую из этих женщин можно считать сильной, а какую можно считать слабой? Соню сильной. Соню сильной. Почему? Потому что вопреки общественному мнению, чтобы как-то выключить семью… Говори громче, не бойся. Так, кто еще как считает? Мне кажется, это даже не то, что вопреки общественному мнению. Она же глубоко верующий человек. Для нее вера в Бога – это спасение. То есть она, понимая, что все то, что она будет делать в проституции, отдавать себя каждому мужчине – это грех. Так нельзя делать. Это она падает ниже никуда. Но она это делает, потому что она должна помочь своей семье. Она это понимает. И вот это измена самой себе, измена своему Богу. А если вот как раз таки отождествлять такие вещи, как вера в Бога, что это часть человека, то это вот как раз таки эта измена себе. И она могла себя в этом потерять, но она не потеряла. И вот как раз таки, если говорить о сильном человеке, то вот это пример сильного человека, сильной женщины. Кто еще как считает? Маргарита сильная? Нет. Почему? Ну, Юрий слабой нельзя назвать. Да, давайте. Либо она сильная, либо она слабая. Давайте вот. Вот, давайте мыслить категориями. Почему Маргариту можно назвать сильной? Почему Маргариту можно назвать слабой? Примите точку зрения в отношении этой женщины. Я приняла, как я говорю, что для меня Маргарита сильная, потому что сделала свой выбор. Ну, как мне кажется. И, то есть, она через многое пройдя, конечно же, через многое пройдя, и то, что она изменила своему мужу, тут для меня наоборот есть некий слом такой вот патриархальных традиций, что измена со своему мужу является чуть ли там не концом света. Не, я не считаю, что измена мужу это конец света. Ну, вот. Если человек изменяет, значит были причины, на мой взгляд. Ну, я уже как бы говорила, что для меня измена это ложь. И не более так. Хорошо. Она сильная. Барышня, еще. Хочу услышать вас. Давай. Ну, мне кажется, что Маргарита более слабая, чем сильная, потому что ее выбор заключается в использовании удобных возможностей. То есть, ну, она сама вряд ли осуществляла измену с таким тяжким преступлением. Для нее это был просто факт. И то, что она пошла на это, для нее это вряд ли что-то значило. Для нее это просто означало какую-то возможность создаться чувству. В данном случае, чувствовать мастер. Так, хорошо. Еще есть кто-нибудь, кто хочет сказать? Говорите, говорите. Я очень люблю, когда вы со мной говорите. Это приятно. Все-таки Маргарита сильная женщина. Для того, чтобы выручить своего возлюбленного, она бросилась в эту очень опасную авантюру. Балу Воланга. Она так любит своего мужа, что доверяется этому самому. Азазела, которая начинает ей предлагать участие в этом балу. В общем, затея очень опасная, которая неизвестно, чем кончится. Что-то можно было просто погибнуть. То есть сила проявляется в том, что ей сказал какой-то левый пацан, «Хочешь мужа? Ой, хочешь мастера я тебе верну?» Она сказала ему, «Хочешь». Да у нее есть такая вещь. Если вероятность успеха, то есть все будет. Это сам Люцифер. Это сам Люцифер. Ну, соу-соу. Что еще может быть в этом мире важнее Люцифера? Давайте я вам сейчас задам вопрос, который я тоже очень люблю задавать. Значит, Маргарита любила мастера? Безумно. Безумно. А мастер любил Маргариту? Возможно. Безумно. Давайте посмотрим отрывок, последнюю сцену. Нет. Давайте посмотрим последнюю сцену для того, чтобы убедиться, что там на самом деле происходило. Да? А? 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 Ой-ой-ой. Эх. Спойлеры. Пожалуй, мне пора. Поздно. Ну, куда же вы спешите? Пора. Поехали. 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 Нет ничего Кроме того, что если я еще нужна вам То я готова исполнить все, что вам угодно Я ничуть не устала и очень веселилась на балу Так что если бы он продолжался еще Я бы охотно предоставила вам мое колено Чтобы к нему прикладывались тысячи висельников и убийц Верно Вы совершенно правы Так и надо Мы вас испытывали Никогда ничего не просите Никогда и ничего И в особенности у тех, кто сильнее вас Сами предложат И сами все дадут Садитесь, гордая женщина Итак, Марго Чего вы хотите за то, что сегодня вы были у меня хозяйкой? Вот что цените ваше колено? Только теперь уж говорите без стеснения Ибо Предложил я Так стало быть, я могу попросить только об одной вещи? Не попросить Потребовать Потребовать Моя Донна Я хочу Я хочу, чтобы Фриде перестали подавать тот платок, которым она удушила своего ребенка Что же на него? И до того, что возможность получения вами взятки от этой дуры Фрида совершенно исключена Я вообще не знаю, что им делать Вы, судя по всему Человек Истинский Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому